Приняли участие в этом непростом конкурсе молодые люди с активной жизненной позиции, с творческим подходом к любому делу и неравнодушные к проблемам молодежи. Цель этого конкурса – воспитать у нашей молодежи лидерские качества, управленческие навыки и другие качества, необходимые будущим нашим руководителям. По итогам этого конкурса победитель будет представлять честь нашего города на региональном этапе конкурса «Лидер года-2013». Каждый из участников конкурса живет жизнью школы и города. Они все участники общественных организаций, социальных проектов, добровольцы-волонтеры, активисты ученического и молодежного самоуправления. Первый этап конкурса был заочным. Участники должны были собрать определенный пакет документов и предоставить по нужному адресу, после чего, по мнению компетентного жюри, были отобраны лучшие работы. На заключительном этапе представлено пять претендентов из школ города. Мы задали несколько вопросов участникам конкурса. Почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Потому что я считаю, что я достойна этого звания, и нужно же как-то продвигать нашу школу на уровне города. Какие ваши качества, которые вас отличают от других? Наверное, все-таки то, что мы конкретно работаем, потому что есть многие проекты, которые только на бумаге, а мы конкретно ездим и работаем в реабилитационный центр на Соколовке у нас. Вы надеетесь сейчас на победу? Конечно, но, как говорится, главное не победа, а главное участие. Я, если вдруг не выиграю, не займу первое место, я сделаю выводы, что делаю неправильно, посмотрю на других участников, кто как приготовился. Если что, буду учиться у них. Участники конкурса должны были, минуя ложную скромность, творчески рассказать о себе, о своей работе в общественной деятельности и достигнутых результатах. Представляли социальные проекты, где они на деле доказывали свою значимость в обществе. А задания «Игра с залом» показывали свое умение владеть аудиторией. Жюри оценивало управленческие качества конкурсантах, их общительность и творческий подход к заданиям, умение последовательно излагать свою позицию. Также очень важно, чтобы ребята могли видеть проблемы молодежи и находить пути их решения. Конкурсанты очень старались, а сидящие в зале активно их поддерживали и переживали вместе с ними. В нелегкой борьбе победитель был определен. Им стала Надежда Василенко, учащаяся 24-й школы. Второе место отдано Тимуру Байрамову, который учится в первой школе и является участником Содружества «Мир» города Новошахтинском. Третье призовое место заняла Дарья Королькова, учащаяся 28-й школы. Остальным конкурсанткам были вручены благодарственные письма за участие. Муниципальный конкурс завершен, но впереди региональный этап. И пожелаем Надежде Василенко достойного в нем участия и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова